В прямом эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. Тема сегодняшнего нашего эфира судьба спортивной гимнастики в Одессе. Напомним, договор между управлением по делам физкультуры и спорта Одесского гурсовета и Министерством обороны об аренде спортзала СКА на сельскохозяйственном переулке завершился еще летом. Сейчас спортсмены занимаются в этом зале по условиям дополнительного договора. Еще в сентябре было отключено электричество. Причина кровля, которая нуждается в ремонте и протекает, следовательно, это может привести к аварийным последствиям. Где будет тренировочная база спортивной гимнастики уже в ноябре? Этот вопрос сейчас остается открытым. Мы эту тему как раз обсудим с нашими гостями. Сегодня у нас в гостях Злата Катюжанская, представитель родительского комитета. Здравствуйте, Злата. Сергей Стебунов, тренер ДСШ номер 10 по спортивной гимнастике. Здравствуйте, Сергей. Трифон Антов, депутат Одесского областного совета. Здравствуйте. А также Руслан Пуздорович, начальник управления по делам физкультуры и спорта Одесского городского совета. Добрый вечер. Злата, вам первый вопрос. Расскажите, в каких условиях сейчас занимаются, тренируются дети? Какая атмосфера сейчас царит внутри коллектива и между родителями? К чему вы сейчас готовитесь? В каких условиях мы тренируемся? Мы тренируемся без света, без отопления. Пока еще тепло, пока терпимо. Там особо и зимой не было. Тепло было плюс 3 градуса, когда были морозы. Но как-то дети все равно тренируются, не хотят не тренироваться. Потом по поводу того, что наш зал как бы собирается закрыть, потому что закончился договор аренды. Конечно, для родителей это шок, но больше шок для детей, которые там тренируются по 7 лет, по 8 лет. Жалко, что ломается их карьера. То есть зал нам пока не предоставили нигде. Пока что-то нам ищут. Спасибо. Также сообщаем, что телефон прямого эфира 048-234-9258. У нас сегодня вопрос в интерактиве. Пойдут ли вузы навстречу гимнастам? Мы объясним немножко этот вопрос. Если вы считаете, что да, то звоните по номеру 048-784-8081. Если считаете, что нет, то звоните по номеру 048-784-8082. Руслан, мы такой вопрос выбрали сегодня для наших телезрителей про вузы. Почему? Потому что мы знаем, что вы писали письма еще начиная с сентября месяца в некоторые учебные заведения о том, чтобы они пошли навстречу спортсменам, спортивным гимнастам. Ведь договор с этим спортзалом с Каища прекратил свое действие еще летом. Расскажите подробно. Да, но я прежде всего хочу сказать, что основной причиной того, что Одесский городской совет в лице управления прекращает ориентные отношения с Министерством оброны в лице 9-го спортивного клуба армии, прежде всего не потому, что у нас закончилось действие договора, но потому, что зал действительно находится в плачевном состоянии. Зал аварийный, там течет крыша, течет вода, когда идут дожди, течет по стенам. С недавних пор кратит проводка, в связи с чем руководством спортивного клуба было отключено электричество, мы подкорректировали расписание, чем дневничный процесс сегодня проходит в связи с этим в дневное время. Портится имущество школы, это маты, которые намокают, затекают, это снаряды, которым это не добавляет ни жизни, ни долговечности. И в любом случае эта ситуация в таком виде, она дальше продолжаться и развиваться не могла. Учитывая сложившуюся ситуацию и традиции этой школы, историю, мы действительно считаем, что гимнастика это один из основополагающих вообще видов спорта и основ основ, так же как акробатика, плавание, эти виды спорта, придя в которые ребенок может получить основу физической подготовки и потом, не боюсь этого слова, в любом виде в дальнейшем спорта, исходя уже из своих пожеланий и стремлений проявить себя. Но для того, чтобы не допустить, мы не закрываем зал, мы не закрываем школу. У нас закончились отношения и продолжать в этом виде мы их не можем, учитывая аварийность. Но для того, чтобы не оставить школу на улице, мы действительно занимаемся этим вопросом. Сегодня подготовлены обращения, действительно, в сентябре месяце. На имя ректоров двух вузов, это Педин, Педагогический университет имени Ушинского и Политех. Учитывая спортивные традиции этих вузов, учитывая наличие гимнастических снарядов, которые смогут доукомплектовать материально-техническую базу школы, временно процесс... И параллельно мы обратились в департамент образования с поиском возможной базы, потому что есть запись образовательной школы, где есть два спортивных зала. И для того, чтобы промониторить ситуацию и понять, в каком степени загруженности находятся эти залы, мы обратились в департамент образования, и этот вопрос тоже на контроль. Кроме того, я понимаю, что вузы ведут свою деятельность, у них на базах проходят учебно-тренировочный процесс. Насколько мне известно, в Педине это чарлидинг, это гимнастика вузовская, там студенты, прежде всего, занимаются у них эти задачи. Мы параллельно с родительским комитетом занимаемся поиском учебно-спортивной базы в частном секторе. Я не исключаю, что... И в любом случае, это временные меры. Сегодня подготовлено обращение на руководство СКА о том, что школу управления, городской среды для всего управления, готов вернуть на базу СКА, учитывая традиции и взаимодействие длительное, сельскохозяйственные перелог 2, после проведения капитального ремонта. Вопрос, почему за долгие годы, мы знаем, в каких условиях занимались гимнасты на протяжении последних 10-15 лет, и всего уже 40 лет тренируются. По какой причине не удавалось за счет городского бюджета отреконструировать? Я вам хочу сказать, что школа там находится в этой редакции, непосредственно заснованной камере СКА с 2005 года. До 2004 школы это принадлежало, заснованной камере школы был 9-й спортивный клуб кармий. То есть это была сугубо армейская школа. В 2004 году произошел вал кровли этого зала. Притом, хочу заметить, что капитальные работы по восстановлению этой кровли с тех пор не производились. Школа осталась фактически, ну, на улице это громко сказать, на базе 59-й школы специализированной, общеобразовательной проводился учебный тренировочный процесс, и руководство Педина в то время на Старопорт Афганской в одном из корпусов в гимнастическом зале тоже проходил тренировочный процесс. База, еще раз подчеркну, это я хочу, чтобы все это поняли и услышали, принадлежит Министерство обороны. Неоднократно, последний раз в феврале месяце городской глава обращался, в частности, к губернатору Одесской области Максиму Степану с просьбой посодействовать было письмо, я не готов сейчас номер озвучить, от областной администрации, с просьбой передать эту базу на баланс Одесского городского совета, для того, чтобы согласно бюджетному законодательству можно было провести капитальные работы и привести ее в соответствие. Мы даже, ну, так вот, есть отказ, как бы, все это зафиксировано письменно. Спасибо, Трифон, у меня вопрос к вам, как к депутату Одесского областного совета, как вы видите выход из этой ситуации, как прийти к компромиссу и как и услышать родителей, ведь они уже, ну, привыкли долгие годы, они приезжают в этот зал, который находится в центре города, то есть другие залы, возможно, находятся в других районах, ну, где не так удобно добираться, это раз. Но с другой стороны, заниматься в условиях с аварийным залом, это, в первую очередь, опасно для жизни. Это, как решить эту проблему, как вы считаете? Вы знаете, я вам хочу сказать, что, действительно, вы правы, время, вот это время, то, что надо привезти ребенка, увезти, это время, это работа, и это не все родители сегодня могут себе позволить. Я, почему, вник в эту проблему, пригласили меня именно родительский комитет приехать, посмотреть, потому что, ну, дело поднялось. Я до этого читал постоянно, потому что у нас своего хватает в борьбе. Ну, так как мы спортсмены разносторонние, мы любим помочь друг другу, то есть спортсменам. И поэтому поехал я тогда в один прекрасный вечер в зал СКА, ознакомился с ситуацией, ну, конечно, ситуация ужасная, ужасная. Я еще раз повторяю, это позор. Позор, в первую очередь, я не знаю, здесь вот действительно высшим чинам, в первую очередь, они же приезжают постоянно, проверки, проверяют, особенно высшие военные чины. И в прошлом году министр обороны был на пороге этого зала, и при всех рассказывал и говорил, и родители были в курсе, они тоже видели это все, что в следующем году зал будет отремонтирован. Либо будут переведены средства на этот зал в комплексе, чтобы отремонтировался, и там дальше тренировались военные, дети, ну, они бы уже дальше бы разобрались, кто как и поочередно бы тренировались бы. Но это, насколько мы сегодня понимаем, не сделано, и я думаю, что в ближайшее время не сделается. В первую очередь, я хочу попросить военных в числе министра обороны, что если мы сегодня говорим, то должны следить за тем, что мы говорим. Почему? Потому что если военные не сдерживают свои слова, тогда о чем мы можем говорить? О гражданских, скажите, пожалуйста. Есть еще такой вопрос. Как добиться того, что после освобождения этого зала спортивной гимнастикой, если там проведут реконструкцию, как добиться того, чтобы спортивная гимнастика туда же и вернулась, в этот зал? То есть, чтобы эта ситуация не осталась без внимания. Ну, так же заключаются договора с городом готовы? Как-то они готовы. Готовы? Город готовы. Я вам больше скажу, вот есть письмо с регистрационным номером, обратились на имя сегодняшнего руководства, если можно зачитать. Разом с этим, принимаячи до уваги думку спортивной громадской семьиста, управление физической культуры и спорта Одесской межской рады, готовы забеспечить повернение ДЮС США номер 10 до спортивного залу СКА по правову всех хозяйственного права 2, после повернения капитального ремонта на умовах аренды. То есть, мы с большим удовольствием учитываем традиции. Спасибо большое. Вот как раз о традициях и о работе школы сейчас хочется спросить Сергея Стебунова, тренера ДЮС США номер 10. Мы знаем, что ДЮС США номер 10 за долгие годы подготовил очень много и призеров международных турниров, и даже олимпийских чемпионов. Расскажите, как сейчас проходит подготовка, какие сейчас достижения, успехи у ваших подопечных, у других спортсменов из школы? Ну, я вам так скажу. У нас есть очень хороший один мальчик, Рустам Ахмат. Он на данный момент является резервником сборной Украины, молодежной. Он ездил на международный турнир Junior Team Cup. Это европейский, престижный очень турнир. И он там стал бронзовым призером на кольцах. Я скажу так, его подготовка оставляла желать лучшего. Насколько он успел подготовиться в нашем зале, настолько, в принципе, выступил. Мог бы и больше медалей привезти, это однозначно. Потому что у него были и падения, и ошибки. Но, независимо от этого, он смог добиться все равно результата. Он чемпион Украины на данный момент в Кировограде. Вот в прошлогодние соревнования среди США и из дюшоров. В Ивано-Франковске он стал третьим на чемпионате среди юниоров. Наша команда на из дюшорах в последний раз была четвертая. Это тоже неплохой результат в сравнении с тем, в каких условиях мы занимаемся. Потому что летом тренировки проводить очень трудно. То есть не летом, а зимой. Зимой это холод, это плюс 3, плюс 4, это сырость. Я не говорю за то, что они болеют. Я говорю, это потянуть мышцу, это легко все. Снаряд холодный, они ничего не могут делать, они скованы. Очень трудно работать. Они работают в несколько, одевают штанов, носков. Это все тоже стесняет движение. А в нашем спорте это, ну, малышей погонять можно, да. А вот взрослых ребят это, конечно. А сколько массовых сейчас секций в школе? И много ли уходит в другие виды спорта, учитывая условия? Ну, взрослые ребята, конечно, меньше уходят. Потому что они уже давно занимаются и жалко бросать. И все наработки это большой труд. И все-таки хочется добиться. И мы верим, оптимисты. Мы смотрим в будущее, надеемся, что все-таки у нас будет нормальный зал, нормальные условия. И мы стараемся этот оптимизм поддерживать как можем. А малыши, конечно же, они приходят. И до зимы определяется, кто хочет, а кто просто пришел позаниматься для себя, скажем так. Спасибо. Злата, вот мы знаем, что еще с сентября отключили электроэнергию в зале. И вы занимаетесь, перевели так, расписание переделали на первую половину дня больше. Насколько сложно сейчас выделять время для того, чтобы, во-первых, привезти ребенка? Это тоже требует времени. И как вообще, вот вы с детьми общаетесь, когда они спрашивают, почему здесь холодно, мы здесь занимаемся в этом зале? Вот просто сам процесс. Вот вы как родители, вам... Вы знаете, дети уже не задают такой вопрос, скорее дети задают вопрос, что будет с нами дальше. Они жалуются на холод или на какие-то там некорректные условия этого зала. Это первое. Второе, значит, по поводу того, что дневное время. Дневное время это не так уж и плохо, как бы, допустим, у меня ребенок в первом классе учится, мы занимаемся в 59-й школе. И очень удобно, я ее привела, и ребенок себе тренируется, не надо никуда не ехать, ничего. И много, процентов 70 детей из 59-й школы приходят сразу после уроков и до вечера находятся в этом зале. Ну, на данный момент до темноты. Руслан, скажите... Я хочу сказать, писатель 59-й школы, в свое время, когда школа была вынуждена покинуть гимнастический зал, так называемый, с переулки 2, 59-й школа, группа начальной подготовки проводили учебно-тренировочный процесс. Я думаю, что мы в любом случае, это хорошая практика, мы в любом случае туда вернемся. Группа начальной подготовки, логично, вот в одном месте, разве они там учатся? И если можно еще короткую статистическую справку, по состоянию гимнастики Сергея обратились, он не совсем одесский спортсмен, наш украинский родной член сборной, мы его давно знаем и рады, что он работает, потому что молодой спортсмен, тренер сегодня был спортсмен, амбициозный, который хочет добиться каких-то результатов, что-то показать. И я хочу сказать, что до его приезда у нас культивировалась в основном женская гимнастика, командно, выезжали только женщины на соревнования в рамках чемпионата Украины, мальчиков как-то их не было, команду собрать не могли. Один, два, может быть, там старания, вот как Сергей появился в школе, резко поменялся вектор, и сегодня мы не можем собрать, к сожалению, команду девочек, а с мальчиками у нас все в порядке. Так вот, до конца 90-х годов у нас спортивная гимнастика развивалась в трех местах на территории города, и причем это были шикарные специализированные залы, соответствующие гимнастическим стандартам. Это был спортивный зал «Авангард» на Екатерининской, где сегодня польский костел. Прошу прощения, у нас есть звонок, сейчас еще продолжите эту тему. Да, здравствуйте, вы в эфире? Уже нет, извините. Где сегодня польский костел передали религиозной громаде, ну я не говорю, что это плохо, но спортивная гимнастика потеряла. Был спортивный зал педагогического университета, который находился на Еврейском, где сегодня синагога, где студенты, они же спортсмены гимнастики, имели возможность повышать свое спортивное мастерство, и был зал в у всех хозяйственном переулке. И вот эти три зала в результате слились в один. Вот у меня тут вопрос, исходя из этого, учитывая серию, даже тяжело об этом говорить, трагических событий недавно, и после этого было очень много проверок в различных и учебных, и медицинских, и спортивных учреждениях, насколько вот много действительно сегодня, ну насколько это массовая такая проблема, именно с пожарной, ну с противопожарной безопасностью? Я не готов комментировать. У нас в принципе в тех закладах, где есть спортивная база, и где база принадлежит непосредственно громаде города Одессы, ответственные люди, это замдиректор по хозяйственной части, очень тщательно и ответственно сидит за этим вопросом. И как бы сегодня распоряжением городской школы создана рабочая группа, задачей которой является учреждение образования, медицины, спорта до конца года, с участием компетентных специалистов проверить, соответствие всем стандартам против пожарной безопасности. Я думаю, что по адресу этой школы до конца года в любом случае тоже комиссия такая посетит, и свои выводы определенные в любом случае озвучат. Спасибо. Трифон, ну вот ваше мнение по тому, что достаточно много залов в Одессе, которые нуждаются, по объективным причинам, нуждаются в реконструкции и ремонте. И зачастую детям приходится идти, скажем так, против правил, заниматься в залах, вот как это, ну, пример просто, как спортивная гимнастика в данном случае. Мы уверены, что, ну, это не единственная такая проблема. Как считаете, ну, как выбор прогнозируется? Вы знаете, я вот хочу сказать в отношении родителей, и правильно они делают родителей, труббите во все колокола вместе с тренерами, потому что тренера у вас достойные, молодые. Надо труббить во все колокола, доставать всех, абсолютно всех, все вертикали власти, и тогда вас услышат. Вы же знаете, если добиваемся чего-то, нас в любом случае услышат. У нас тоже самая ситуация сегодня. Молодые тренера, такой как вот инициативный, как Андрей Ещенко на поселке Котовска, он тоже развил борьбу до такого, до совершенства сегодня. Молодые ребята, которые уже такие подрастающие поколения, уже и чемпионы и так далее. У нас молодые тренера по греко-римской борьбе, на Михайловской, Михайловской 16. Кстати, недавно то же самое на сессии облсовета мы поднимали вопрос по поводу реконструкции, но потом мы придумали более современный вариант по поводу построить новый зал, и сейчас выставили то же самое на тендер эти условия все. Поэтому, что касается гимнастики, что касается гимнастики. Не поднимался ли на сессии, вот тоже вопрос. Именно по гимнастике не поднимался вопрос. Почему? Потому что это после сессии пошло. Вот разгар событий, они пошли именно после сессии. И мы общались с Анатолием Игоревичем, и сейчас с Урбанским, с головой облсовета, и мы сейчас тоже ищем выход с этой ситуации, как помочь именно родителям в этой ситуации. В любом случае, как бы оно ни было, если даже начнут военные ремонтировать зал, хотя в ближайшем будущем вы знаете. Второй зал, то же самое большой, он годится под борцовский зал. И мы в том числе тоже интересовались, хотели отремонтировать его. Но условия у военных на сегодняшний день, максимум три года, они не имеют права заключать договора. И сегодня, насколько я знаю, и по гимнастическому залу тоже есть инвестор, который, скажем, согласился бы зайти, отремонтировать зал, и чтобы дети наши сегодня тренировались. Но для инвестора нужны условия, хотя бы 10 лет, хотя бы 10 лет, чтобы там можно было, чтобы дети тренировались. И также и по греко-римской повольной борьбе. Да, мы отремонтируем. И опять же, прошу заметить, инвесторы, частные средства, так и даже государство будет напрягаться, скажите мне, пожалуйста. Ну вот как здесь прийти к общему знаменателю? И как найти компромисс? Компромисс такой, что должны услышать, должны немножко сегодня развивать молодежь. Почему? Потому что, извините, я по-нашему скажу, сегодня давно забили на молодежь. Абсолютно все. Понимаете, сегодня сборы проводятся за частные средства, соревнования за частные средства. Куда уходят деньги, непонятно. Непонятно. Получается, мы не живем для спорта, а живем от спорта. Понимаете? Вот такое впечатление. Мое лично, это мое субъективное мнение. У меня еще вопрос к Руслану. Я знаю, что есть в перспективе и проекты по строительству еще спорткомплекса, где для спортивной гимнастики также будет место. Я еще хочу на правах рекламы, вот говорили об Андрее Ещенко. Это тренер нашей 8-й спортивной школы. Он, кстати, создает Сусо, и он за бюджетные деньги имеет возможность возить спортсменов на соревнованиях. Велико-римская борьба, отделение нашей школы. Сейчас по пляжной борьбе медали привезли наши спортсмены, и Семен Адемир стал чемпионом. А вот по проекту... Что касается спортивной гимнастики, ситуация не настолько. Да, напахая, но не настолько. Это вопрос на контроле городской власти. Есть предпроектное решение о строительстве национального спортивного комплекса с гимнастическим уклоном. Да, это предположительно в Киевском районе. Есть ориентировочное пятно застройки, я знаю адрес. Да, это в Киевском районе, но я считаю, что если будет создан современный зал, который будет отвечать всем стандартам, где будет соответствующее оборудование, да, неудобно добираться. Ну, а что делать? Злата, как вы считаете, вот в данной ситуации, если удастся реализовать проект по строительству такого комплекса спортивного, ну, который будет... Я понял. Конечно, лучше новое, чем... Ну, где лучше условия будут? Однозначно, лучше новое, но мы потеряем 70% воспитанников, которые сейчас тренируются в этой школе. как бы тут выбирать не приходится. Сегодня мы реализуем задачу, чтобы минимизировать эти потери. Да, чтобы сохранить как-то. И вот, кстати, хочу добавить, мы с Сергеем, причем не я нашел это предложение, Сергей с инициативно-оргийской группой, один из залов в частном секторе. Я считаю, не будучи губотным специалистом спортивной гимнастики, что это прекрасное решение. Вот, может быть, Сергей прокомментирует? Пожалуйста. Ну да, мы были в зале, зал, ну это не зал, а помещение. Помещение светлое, хорошее, теплое. В каком районе? В Киевском районе, на школьном аэродроме, это экспострой. Ну вот, в этом районе. Там высокие потолки, можно где раскинуться. Вопрос, конечно, власть сможет ли нам предоставить... Ну, сегодня делается все возможное. Если не будет других решений, которые будут приемлемы, я думаю, что... Ну, в любом случае, дети на улице не останутся. Ну, мы надеемся. К маме обращаюсь. Мы надеемся. Да, на это. У нас есть еще полтора месяца практически. Ну, напоследок, просто вопрос, к чему сейчас готовятся спортсмены по выступлениям, по турнирам, как сезон спортивной гимнастики, когда ожидать чемпионатов. Да, мы вот... Насколько сейчас влияет на подготовку? Да, мы как раз сейчас готовимся вот на чемпионат Украины вот среди дюшоров в США. В Кировограде, ну, город Кропивницкий, это 5 ноября. Мы уже отсюда уезжаем, 6-го день приезда, 8-го уже первый день соревнований. Это основной наш турнир. Это мы готовимся всеми силами. Конечно, подкосили нас свет, потому что у меня дети старшие, они после школы приходят некоторые в 4 вечера. 4 вечера уже с такой погодой темно, очень трудно. 2 часа это не хватает для тренировки. До 6-ти максимум и качаться, потому что, не дай бог, что я в темноте тоже не могу взять на себя ответственность, не дай бог, с ним что-то случится. Это такой момент. Девочки тоже готовятся, девочки тоже есть. И тоже у нас, я забыл сказать, что девочка хорошая, 5-6-го года рождения, она 5-я стала на чемпионате Украины вот среди юниоров, и сейчас она тренируется на базе интерната в городе Киев. Ее взяли как перспективную девочку. Вот там есть тренеры, Влада Кумар. Большое спасибо всем, кто пришел к нам сегодня в студию. Желаем успехов и побед нашим спортсменам, нашим гимнастам. И будем верить, что будет тренировочная база для того, чтобы готовить спортсменов, и все наладится. Сегодня у нас в гостях представитель родительского комитета, ДСШ номер 10, Злата Катюжанская, Сергей Стебунов, тренер ДСШ номер 10, спасибо большое. Трифон Антов, депутат Одесского областного совета, а также начальник управления по делам физкультуры и спорта городского совета Руслан Пузович. Спасибо большое. Сейчас сообщим результаты интерактива. Напомним, что сегодня у нас вопрос для телезрителей, пойдут ли вузы на встречу гимнастам. И 80% опрошенных придерживаются мнения, что вузы пойдут на встречу и являются оптимистами в данном случае. Будем тоже верить, что все будет в порядке. 20% другого мнения. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!